Кирилл, еще раз победой вас! Первые эмоции и впечатления по гонке сегодня. Я, конечно, сегодня гонкой доволен. Очень понравился, как сработал сервис. Спасибо своему региону, что у нас очень дружная команда, хороший коллектив. Гонкой остался доволен, лыжи работали хорошо. Помешал немного ветер, конечно, на рубеже, но для победы оказалось достаточно. Где допустили осечки? Осечки допустил и на втором, и на третьем огневых рубежах по одному, по ветру. Так, в целом, что можете сказать по этому сезону? Ну, по этому сезону, конечно, сезон начинался тяжело после болезни ковидом. Но хотелось бы поблагодарить нашего старшего тренера Каминского Юрия Михайловича, который на протяжении всего вот этого сезона, который выступаем в России, писал план. Я ему сразу сказал, надо будет подготовиться к жесткой винтовке. И вот, как видим, нахожусь пока в хорошей форме. То есть для вас жесткая винтовка – это что сейчас? Ну, конечно, это отборочные соревнования, уже на международные старты. То есть сейчас конкуренция в основной команде достаточно высокая? Да, конкуренция вообще в России всегда достаточно высокая. А здесь вот сейчас вот этих соревнований? И здесь, я на Кубке России, вот только получалось два раза заехать, но призовые места всегда был рядом с призовыми местами, но не получалось, и очень хорошо стреляли. Ну, вообще, в целом, вот этот вот такой странный немножко сезон, а как к нему приспособились, вот ко всем этим новым требованиям, правилам? Ну, в целом, ко всему приспосабливаешься. Уже адаптировались, носим с собой маски. В целом, уже как привычная ситуация. Насколько вот по-разному спортсмены переносят коронавирус? На вас как эта болезнь отразилась? То есть прочувствовали ее? Сложно ли было потом восстанавливаться, приходить в ритм? Много тренировок пропустили? Да, на самом деле у всех по-разному. Мы сдали тесты. Вместе с Поршневым у нас обнаружили коронавирус. Я вот прошел достаточно в легкой степени. Неделю дома лежал. Он, к сожалению, вот до сих пор, только сейчас начинает потихоньку тренироваться. То есть у всех по-разному. Я перенес, так сказать, в легкой форме эту болезнь. На спринтах мы вас увидим? Конечно, готовимся к спринтам, побеждать. В целом, если говорить, вот отсутствие стартов кубка IBU, где, ну, наверняка нашлось бы вам место, насколько вот отразилось на входе в сезон, скажем так, кого начинать снова все в России? Ну, в России, единственное, конечно, очень холодно. Мы все гонки, пока бегали, было больше минус 10. И это всегда очень много вещей на себя. Одеваешь теплые перчатки. Конечно, стрелять в этом плане тяжелее. Скользкие коврики. К этому тоже надо приспосабливаться. В отличие от Европы. А адаптироваться потом при переходе на европейский снег, как планируете? Ну, я думаю, там недели хватит, чтобы адаптироваться и под погоду, и под скольжение. Я думаю, это нет никаких проблем с адаптацией. Как восприняли успехи в Кубке мира своей подруге Динара Олимбековой? Стала ли для вас сюрпризом ее победа? Ну, Динара была всегда сильная девушка. Просто ей не хватало сил на последний круг. В этом году она это исправила. И молодец, борется. Как-то вас это вдохновляет? То есть, понимаете, что можно за один сезон сделать, ну, такой значительный скачок? Ну, конечно. Всегда понимаешь, за сезон можно много всего сделать. За лето, тем более за подготовительный период. Если говорить о тренере, вот вы поблагодарили Юрия Каминского. В чем у него особенность, скажем так, тех подходов, чисто биатлонных тренеров, но с которыми раньше работали в разных сборных? Ну, была как-то тоже и, наверное, ну, не мечта, а хотелось поработать именно с лыжными специалистами, посмотреть их тренировочный план. Вот, в этом году это удалось. Юрий Михайлович достаточно опытный специалист. Добился много всего в лыжных гонках. И, надеюсь, добьется биатлоне. Насколько у него жесткие нагрузки? Вот, тяжело было переваривать все это? Ну, нагрузки достаточно тяжелые. Не скажу, что, наверное, про себя буду говорить, что я их переваривал. Ну, как-то все равно ему, наверное, приходилось добавлять на тренировочный процесс. Вот, но, надеюсь, будем добавлять. Но он сказал, что вообще, в принципе, многие спортсмены, как бы, приходилось корректировать планы, не все справились с этим. Да. Если говорить в целом о планах ваших на сезон, на что вы больше делаете акцент? На чемпионат Европы или чемпионат мира основная задача? То есть, вот как, какие планы остаются? Ну, сезон непредсказуемый. Да, и были в начале сезона другие планы. Но в связи с болезнью все планы корректируются. То есть, тут пока тяжело какие-то строить планы. Просто хочется показывать свой максимум в каждой гонке. Ну, и в заключение спрошу еще. Относительно недавно вы представляете Московскую область, а не Москву. Что изменилось в условиях после смены региона? Ну, многое изменилось. То есть, Московская область делает все, чтобы спортсмен показывал результат. У нас сюда вот приехала сейчас сейерная бригада тоже большое количество человек. Лыжи работают хорошо. То есть, пропала проблема с лыжами. С инвентарем нет проблем. Ну, то есть, регион делает все возможное, чтобы показывали результат. То есть, можно сказать, что сервис все на уровне топовых регионов, как в Хантах, в Тюмени. Ну, вот в этом году мы к этому приходим. Не скажу, что это было сразу. Но с каждым годом регион тоже добавляет и работает. Спасибо. 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 Спасибо.